Днесь преподобного Серафима восхвалим. Аналойная икона батюшки Серафима Саровского с частицей мощей, общеобразовательная русская православная школа, которая носит имя святого, уникальная роспись в притворе Верхнего Храма и молитвенный камень подвижника Русской Православной Церкви. Почему так почитают батюшку Серафима Саровского в Рождественском Храме? А связано это с преданием о явлении преподобного Серафима Саровского на месте Храма Рождества Христова. Это было в начале 90-х годов, когда храм еще строился, но богослужения уже совершались в Нижнем Пределе. В храм пришла пожилая женщина, которая с волнением рассказала историю своего детства. Она произошла вскоре по окончанию Великой Отечественной войны. В те годы рассказчица была маленькой девочкой и посла на окраине Краснодара вместе со своей подружкой Козачек. Девочки играли, как вдруг Мария увидела старичка, ласково позвавшего ее по имени. Незнакомец протянул девочке маленький колокольчик и сказал, «А знаешь, Маруся, на этом месте люди Богу храм построят». Маруся тогда не обратила внимания на эти слова старца и с радостью побежала к подружке похвастаться чудесным подарком. Обернувшись, она увидела, что старичка с добрым лицом как будто и не было, но в руках остался маленький колокольчик. Через много лет она увидела в Свято-Георгиевском храме икону и узнала старичка из своего детства. Это был преподобный Серафим Саровский. А на полянке, на которую указал святой старец, сегодня возвышается храм Рождества Христова. С тех пор мы храним этот рассказ как устное предание и особо чтим дни памяти святого. И поэтому в день представления преподобного все учащиеся и педагоги русской православной школы не могли не принять участие в божественной литургии. Дети исповедались и причастились к святых христовых тайн, исполнили антифоны и к тени за литургией. Но и уроки в школе были посвящены преподобному Серафиму Саровскому. У ребят прошли классные часы с просмотров мультфильмов, беседы с презентациями, интеллектуальные игры с заданиями, и чаепития с пирогами, и теплые беседы с классными руководителями о батюшке Серафиме. И, конечно, в этот день были подарки. Вот и сегодня, дорогие, после службы мы решили от батюшки Серафима Саровского подарить каждому воспитаннику нашей школы маленький колокольчик в память о том событии, которое совершилось много лет назад, когда батюшка Серафим, мы верим в это, сам явился на этом месте и предсказал, что на этом месте люди построят храм. И вот с Божьей помощью Господь устроил, что люди построили на этом месте храм, и сегодня мы прославляем батюшку Серафима Саровского и просим его, преподобни отче Серафиме Саровский, моли Бога о нас. Аминь.